всем добрый день февраль месяц у нас выпал снежок и очень удобно мне сейчас показать как буду делать я обрезку у нас у всех кусты разные какие-то кусты загустились какие-то кусты высокие какие-то низкие много у них прироста поэтому будем обращать внимание на самые главные моменты скажем азы обрезки чего нужно че начинать и как сделать правильно обрезку чтобы ваш куст дал хорошую ягоду чтобы это ягода была крупная вкусная и не было перегруза куста мои видео всегда какие-то советы повторяются но так как это я делаю регулярно для вас буду напоминать это тоже вам буду напоминать это регулярно значит что берем секатор из вариантов каких секаторы какие у нас есть берем конечно тот что новее тот что без ржавчины то что почище почистить секатор это для тех кто не знает можно наждачкой это для дам скажем так а советы чистить секатор обрабатываем мед любыми содержащим препаратом после каждого куста протираем сухой салфеточкой беру с собой всегда ведро ведром не нужно для того чтобы обрезанные веточки не оставались у меня на огороде а их сразу забрала с участка вот я выбрала хороший кустик значит чего мы начинаем обрезку во первых мы осматриваем свой куст насколько у него выросли сильные мощные ветки если присутствует ли здесь цветочные почки от цветочных почек много вот эти вот толстенькие набухшие это цветочные почки значит будем делать упор то что у нас должны остаться самые сильные самые крупные ветки должны остаться молодые ветки и немножко будем прореживать наши цветочные почки каждую ветку мы будем обрезать отдельно обращаю внимание что есть ветки такие с потресканной корой это ветки которым старше трех лет есть ветки которые абсолютно такие одеревеневшие молоденькие но кора целая это ветка уже двух трех годично и есть веточки которые еще не дали не корону там они отдалеке это 1 годичные ветки кстати вот такие 1 годичные ветки пойдут на черенкование поэтому я их оставлю в конце февраля черенковать так пойдем с молодой ветки вот идет молодая ветка которой все хорошо есть корона есть цветочные почки нету никого ничего лишнего оставляем прекрасно обращаем внимание вот есть трех годичная ветка даже она 4 годичная ветка вот у нее очень сильное такое загущение что мы с ней будем делать убираем нам нужно обязательно проредить потому что много цветочных почек перегрузку ягоды будет много мелкой кислой мы хотим крупную вкусную сладкую поэтому начинаем обрезочку так смотрим убираем все что ниже 30 сантиметров вот идет веточка ниже идет она в средину она нам не нужна убираем вот здесь идет тоже загущение здесь будут листики веточки убираем цветочная почка растет вверх это очень удобно когда здесь будет нагрузка ягода вот так перегнется сок не будет поступать плюс здесь много цветочных почек нам нужно сделать прореживание убираем вот эти все веточки у которых две-три цветочных почки вот это мы все убираем вот это я все мелкая убираю теперь смотрите хорошая плодоносящая хорошая хорошая вот было плодоношение такая она удлиненная опять же длинная немножечко уберем немножко усечем оставим четыре веточки нам будет достаточно идем дальше по ветке одна почечка не нужно от плодоносившая не нужно внутрь идет веточка маленькая хиленькая не нужно вот маленькая цветочная почка не нужно это хорошая немножко в средину сейчас будем смотреть потихонечку здесь одна почечка не нужно вот маленькая хиленькая не нужно маленькая хиленькая не нужно от плодоносивший кончик не нужно вот одна почечка не нужно одна почечка не нужно от плодоносивший кончик есть три веточки усекаем убираем этот кончик немножко обрезаем вот ветка которая будет пересекаться это не очень хорошо там полностью вся веточка идет в середину она молоденько хроника хорошенько пойдет на черенкование я ее уберу потому что она идет во внутрь куст так убрали освобождаем как можно больше средину смотрите тонкая слабая сила убираю дальше смотрю ветка которая будет пересекаться вот она трется с соседней веткой убираем это убираем так дальше идем по веточкам вот две ветки тоже пересекаются сейчас мы будем облегчать эту ситуацию пересекаются убираем пересекается убираем от плодоносила веточка вот так убираю от плодоносивший кусочек убираем 1 цветочная почка убираем некрасивый кончик убираем идет пересечение веток вот сейчас эти ветки нужно так раз соединить пересечение веток это пересечение нужно убрать вот уже немножко от плодоносивший кончик он такой маленький черненький убираем видите веточка пересекается тоже убираем все постепенно пасти постепенно ветка пересекается трется об соседнюю опять убираем все смотрите эта ветка стала свободнее ей стало легче вот черный кончик убираем веточка пересекается убираем веточка внутри маленькая хиленькая убираем здесь нету цветочной почки убираем так дальше продолжается продолжается есть цветочные почки есть цветочные почки вот еще сильное пересечение двух веток смотрю вот она пересекается это более старшая трухлявенькая скажем так кора здесь молодая убираем все видите легче легче становится пересекаются опять нету цветочных почек убираю для того чтобы не пересекались смотрю дальше очень хорошо здесь идет веточка которая тоже закруглилась мы потихоньку потихоньку начинаем вырезать и по мере того как освобождаются наши ветки нам уже видно что убирать вот маленькая слабенькая внутри убрали так дальше с вот этими веточками более-менее разобрались идем дальше вот идет хорошая ветка растет старая четырехлетняя во внутрь ниже 30 сантиметров убираем сломанная убираем идет вот хорошая ветка рассматриваем вообще молодая шикарно на замену вот две хороших ветки идут от нее тоже очень хорошо и есть ветка на которой которая постарше вот она тоже кора немножко потрескалась есть на ней цветочные почки но эти цветочные почки настолько многочисленны что их нужно проверить начинаем снизу убираем маленькую убираю маленькую убираем то что снизу убираем коротенькую хиленькую так вот веточка матрю ветка на ней в прошлом году было очень много плодоношения вот раз два три четыре сформировались очень тонкие веточки я хочу ее убрать потому что у нас это посмотрите насколько не 1 ветка 2 ветка 3 ветка 4 5 6 поэтому убираем вот здесь ничего не заложилось от плодоносила поэтому вот это все мы уберем полностью и она не будет клонить нашу ветку вниз посмотрите какая ветка стала ровная и облегчилась идем дальше вот идет пересечение хорошие ветки и прошлогодние ветки начинаем прореживать это пересекается значит мы уже с вами знаем надо убрать это маленькая хиленькая убираем от плодоносивший кончик убираем вовнутрь убираем вовнутрь тоненькая убираем смотрим как нам с этой веточка быть теперь я обратила внимание как-то мне эта ветка вообще я смотрю здесь будут хорошие ягодки тут большой при большой перегруз я ее еще раз усеку чтоб силы пошли и уже после плодоношения полностью вот эту веточку и уберу здесь буквально несколько почечек я даю им шанс но посмотрите какая ветка стала ровно так сделала немножечко обрезки нарезала веток чтобы эти ветки не оставались потому что там могут быть споры какие-то болезнетворные и эти ветки сейчас уберу свое ведерочко что еще хорошо после того как вы обрезаете можно еще увидеть что лишнее вот все таки у меня четырехлетняя ветка дала очень хорошие три мощных и ее продолжение идет вот как я уже сказала раз два три ее продолжение такое скажем слабенько она будет тянуть силы сейчас я его полностью убираю посмотрела посмотрела и решила убирать заговорим с вами стихами значит эту ветку я убираю полностью переходим к другим веткам и чтобы процесс обрезки был удобен я все-таки садовод любитель я люблю комфорт я пользуюсь табуреточкой то есть я сажусь удобно на табуретку и внимательно рассматриваю свой куст не на коленках не скажем буквой зю делаю обрезочку плюс при обрезке начинаешь настолько увлекаться огород перекопан лежит снежочек бывают смешные моменты что ты при обрезке просто-напросто заваливаешься и падаешь в снег теперь посмотрите вот две тонких веточки которые можно было бы убрать они не выросли они не очень сильные но они мне подходят так как однолетние для черенкования я их оставлю буквально еще на две недели и потом заберу свежие черенки для черенкования сейчас будем останавливаться на других ветках значит с одной стороны обрезку мы делаем по кругу для того чтобы удобнее было рассмотреть наши веточки посмотрите здесь выросли очень хорошие три ветки но какой минус солнышко у меня с той стороны они все развернулись середину куста они друг другу мешают поэтому я сейчас все что пересекается все что уходит середину куста и так как они с противоположной стороны солнца то мне нужно все таки чтоб солнышко попадало поэтому что дело смотрите вот веточка уходит наружу я ее оставляю вот веточка зашла в середину куста прореживаю убираю теперь еще одна ветка она изогнулась она полностью портит форму куста не получилось у нее значит мы эту веточку тоже убираем убрали еще одна ветка вот она идет смотрите зашла во первых те ягодки которые у нее будут они ниже 30 сантиметров это не годится ветка будет ложиться на землю ягоды будут пачкаться мне такое не подходит поэтому тоже эту веточку вкус нужно хорошо проведите убираю эту ветку полностью теперь посмотрите все веточки у нас освободились переходим к следующей ветке у которой мощная корона очень много всевозможных веток опять принцип уходит в середину убираем очень маленькая видно да вот такая маленькая убрали маленькую убрали маленькую убрали маленькую убрали так от плодоносивший кончик убрали остались вот такие вот веточки зачем я так много обрезают цветочных почек я уже говорила что каждая цветочная почка это 8 10 ягодок если оставить большое количество цветочных почек будет перегруз ягоды будет много но она будет очень невкусно и очень мелко поэтому не жалейте свой куст зубика очень урожай на она отблагодарит вас хорошими сильными приростами которые дадут более мощные ветки продолжаем так теперь смотрите вот эта веточка идет во внутрь но она ни с кем не соприкасается она находится в доступе солнца то есть у нее все хорошо больше и не трогаем дальше вот смотрите ветка находится внутри солнце будет пропадать она уже плодоносила убираю дальше идем маленькая веточка кончик ненужный солнышко не будет попадать убираем здесь очень много цветочных почек прореживаем убираем кончик от плодоносивший убираем вот даже здесь ветка идет и здесь много много цветочных почек сейчас я ее укорачиваю длинная ветка будет сильно наклоняться и тянуть куст поэтому вот я ее убираю теперь смотрите 1 2 3 все самые тонкие все самые слабые вот я сейчас прорежу убираю оставляют те веточки которые сильнее вот серединке тоже мне не нравится я уберу осталось сюда с почками сюда с почками вот с почками вот с почками достаточно дальше смотрим опять очень много у нас цветочных почек так которая идет вверх как я уже говорила будет наклоняться сок не будет поступать перегибаться поэтому веточка которая сильно вертикальная я ее убираю цветочными почками убрали веточка которая вниз тоже нам не нужна она пустая на ней почек нету вот идут убираем ненужный кончик убираем две слабых ветки вот они две слабых цветочных ветки и здесь смотрим от плодоносивший и маленькая такая веточка теперь смотрим на эту ветку мы ее облегчили вот у нее раз ветка с короной вот два ветка с короной 3 ветка с короной и вот смотрю здесь мало цветочных почек на веточке опять облегчает теперь встаем и смотрим на свой куст еще раз что же у нас тут получается так сейчас уберу ветки для того чтобы обзор был лучше теперь смотрим что получилось все ветки не соприкасаются никакой мелочи у нас не осталось все что было внизу или загущенное мы убрали остались две веточки на черенкование всем остальным веткам хватит солнца и будет хорошее проветривание я сниму несколько видео потому что за один раз очень сложно как бы научиться вот буду делать обрезку реки но сейчас еще немножко повторюсь будем убирать вот таких всех малышей вот это все будем убирать старые ветки загущающие ветки поломанные ветки от плодоносившие ветки поэтому на этих моментах я сделаю сразу несколько видео для того чтобы все таки было понятнее и у вас отработался механизм с чего начинаем и как постепенно убирать что лишнее что оставлять всем хорошего дня ждите дальше видео уроки по обрезке голубики